МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И перцы не могли никак выжить. И я их спасла только тем, что полила эпином. И потом в бочке замачиваю траву всякую разную. Правда, соседи нос воротят, когда я поливаю этой травой, потому что ароматы на всю деревню слышно. Но перцы я вытянула. И вы посмотрите, они уже стали завязывать перчики. Но если вы обратите внимание, вот это серое пятно под перцем – это зола. Обыкновенная древесная зола. Как можно больше надо перцу давать золы. В золе очень много микроэлементов. А перцу надо обязательно микроэлементы, потому что он берет из земли, ему надо, время-то его уже поджимает, он должен плодоносить, а силы в него, он вышел очень слабый. Из этой вот весны тяжелой. Так что вот обязательно нужно подсыпать золу в обязательном порядке. И я думаю, что через недельку мои перцы догонят, догонят всех остальных. Полив перцы частый, каждодневный, не любят. Это их убивает, угнетает, не убивает, угнетает. Поливать их нужно, вы знаете, раз хорошо пролить, и так, чтобы ноги утопали, чтобы чвякала земля вот вокруг этих перцев. И не поливать до той поры, пока перцы не будут свои листочки вот вянуть, как бы слегка как подвянут, вот тогда можно будет еще раз пролить.